Итак, мы продолжаем изучать эту книгу «Чтобы ты остался евреем». Книгу моего учителя Равыцка Казильвера, которую он делал 8 лет с пожертвованием, отдавая время Моцеи Шаббат, когда обычно к человеку приходят его близкие, родственники. Ведь все свое время он отдавал своим ученикам, доставал гетты для агуно, для женщин, которые не могли получить разводное письмо от мужей, которые остались в Советском Союзе. Занят был 28 часов в течение 24 часов суток. И вот когда Кармела Райс попросила его, чтобы записать его рассказы, он пожертвовал этим временем. Сразу после выхода субботы вы приходите ко мне и начинаем записывать. Так вот, продолжим про то, как его отец Рав Ицкака, Рав Бен Цион, Хайм Бен Цион, может быть, тогда он еще не был у него фамилия Зильбер, а фамилия Ци Юни, настоящая его фамилия. Он не хотел быть казенным раввином, не хотел быть раввином на зарплате. Но когда он узнал, что его деньги, которые он получил в приданное, когда он женился, они используются для того, чтобы нарушать и торговать в субботу, он полностью от них отказался и взял на себя вот это звание казанского губернского раввина. С утра до ночи отец занимался делами общины. С 12 до 2 ежедневно он наблюдал за тем, как режут животных, за шкитой на общей городской бойне. Потом учил людей в синагоге. Потом в синагоге и доме принимал тех, кто приходили со своими личными вопросами. Или решал все их вопросы и проблемы. Но это с 14-го, с 15-го года до 26-го. А в 26-м советская власть с особенным указом ликвидировала все, что связано с еврейской религиозной жизнью. И синагоги закрыли. И деятельность моего отца стала неофициальной, тайной. На что мы существовали, задает вопрос Равицкак. Лучше не спрашивайте. То есть это была последняя черта бедности. А теперь Равицкак начинает рассказывать про себя. Он родился 3-го ава 17-го года. Год Великой Октябрьской Социалистической Революции. Он пишет так. «Как я учился. Я не знаю другого отца, которому сын был бы столько обязан, как я моему отцу». Благословена его память. «Мой отец учил меня еврейскому алфавиту Алифбейс. Дал мне знания Танаха, Пятикнижия, Пророков, Писаний. Учил со мной Шулхана Рух, свод еврейских законов. Мишну, Талмуд. Как отцу это удавалось, я ума не приложу. Но я ни одного часа не учился в советской школе. По всем законам, был же закон об обязательном начальном образовании, как он это сделал, это чудо. Чтобы я мог общаться на равных с детьми на улице, отец какое-то время нанимал для меня частных учителей, которые немножко занимались со мной по программе школы. Математикой, физикой, русским языком. А в основном и эти предметы отец передавал мне сам и занимался со мной. Когда отец приобрел эти знания математики, русского языка, физики, мне неизвестно. Но такое не спрашивают у Талмид Хахам. А его отец был великий еврейский мудрец. Человек, который умеет учиться, он выучил это ради меня. Только, чтобы не отдавать меня в советскую школу. Отец всегда брал меня в синагогу. В шесть лет я уже наизусть знал все молитвы и молился наизусть. На этом надо остановиться. Как Равицкак молился? Вот сейчас я говорю, вы видите, как движутся мои губы. А вот если Равицкак молился так, мы почти не видим движения губ, чтобы другие не обратили внимания. Однажды, когда мне было восемь лет, мы с отцом сидели в сторонке и слушали, как шойхет, резник, который режет скот для евреев и должен хорошо знать законы шхиты и вообще быть человеком праведным и сведущим в Торе, он обучал Мишне группу евреев. А там было человек 30. И вдруг отец тихо сказал, чтобы другие не услышали. Я хочу, чтобы ты знал. Здесь он объясняет неправильно. Я удивился. Ну, почему отец не поправляет шойхет? Занятия закончились. Мужчины прочли вечернюю молитву и разошлись. И тогда шойхет подошел к отцу поговорить с ним. Отец как бы, между прочим, заметил. Знаете, в Мишне йод есть одно место, которое не все правильно понимают. И подробно объяснил. Ой, говорит тот, а я ведь объяснил неверно. Надо завтра повторить урок и исправить ошибку. Тут я понял, почему мой отец сперва промолчал. Он не хотел при всех ставить неудобное положение резник. Этот случай был для меня хорошим уроком. Мой отец был очень мягкий и даже застенчивый человек. Он говорил, если кому-то что-то нужно, пусть приходит ко мне, и я ему помогу. А мама была очень активной. Если она знала, что у кого-то в чем-то есть нужда, она сама туда бежала. Еврейский закон предписывает евреям в праздник Суккот спать и есть суки. Ну, в таком специальном шалаше с крыши из веток. Вы знаете, сейчас это любой человек в современном мире знает, что такое праздник Суккот, что такое сука. Я помню, как в 70-е годы, когда я начал приходить в синагогу, подпольно учить иврит, я знал, что есть праздник Суккот. Но что с этим делать? Я помню, возле моего дома, это в Москве, на Преображенской площади, скосили траву. Я взял ее, насобирал, принес домой. И это много травы. И я сел и накрылся этой травой. Я подумал, вот я исполняю заповедь сидеть в суке. Только потом, когда в 79-м году мы приехали в Израиль, я узнал, что моя сука была некошерной, под крышей дома. Ну, хорошо. И особенная заповедь, продолжает Равыцкак, это поесть суке в первую ночь. В другие дни, если идет дождь, можно уйти в дом и поесть там. Но в первый день праздника надо дождаться, когда дождь кончится, и поесть суке. В Казани лишь один-два еврея имели возможность построить суку возле своего дома. У нас такой возможности не было. Однако мы ели всегда в суке. Помню однажды, в первый вечер сукот, мы с отцом помолились и пошли искать суку. О том, у кого она есть, даже в Миньяне не говорили, насколько это было тайно. Подошли к дому, где обычно стояла сука, суки нет. Дошли до другого места, тоже нет. Ага, в Казани в это время осенью шел страшный дождь. И мы, конечно, с папой промокли. Но мы продолжали поиски. Часа четыре мы искали, до полуночи. И никак не могли найти. Но в конце нашли. И поели хлеб в суке. Продолжает Рабицкак с момента, как я себя помню, мы жили в государственной трехкомнатной квартире. А? Звучит неплохо. Верно. Так и слышишь, как Рабицкак восклицает это. Но выглядело это так. Родители со мной втроем в одной двенадцатиметровой комнате. Соседняя семья в такой же комнате. А центральная комната, то, что мы сейчас называем салон, отдана была молодежной группе еврейской секции Коминтерна. Вы, наверное, не знаете, что такое евсекция. Но вы хорошо помните, кто такой Амалет. Еврейская секция – это общее название еврейских организаций РКПБ, Российской коммунистической партии большевиков. После революции коммунисты создали у себя в партии национальные секции. И каждая должна была внедрять коммунистическую идеологию среди своих. То есть на том родном языке уговаривать людей строить социализм. Члены евсекции беспощадно боролись с пережитками прошлого. То есть с верой своих отцов. Закрывали синагоги, закрывали хедеры, закрывали минки, миквы. миквы это то, на чем держится еврейская семья. Законы ритуальной чистоты, которые для нашего времени сохраняют память о храме. Так я слышал, говорила Раббанит Куперман, дочка Равыцка Кахава, что в наше время только миква, в которую ходят женщины, чтобы быть разрешенными своим мужьям, это память о храме. Запрещали кошерную убой скота, сажали в тюрьмы, осуждали равинов, шойхетов, моили, меламедов, всех тех, кто обучал Торе. Сказано в Торе, это у нас особенная заповедь из Торы Захор Маша Асалиха Амале. Помни, что сделал тебе Амалек в пути при исходе твоем из Египта, который напал на тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, а ты был утомлен и изнурен и не побоялся он Бога. И здесь у нас помни, не забудь, помни повелительная заповедь, что сделал тебе Амалек. Не забудь, это запретительная заповедь и еще одна повелительная, когда успокоит тебя творец в твоей земле, уничтожь память об Амалеке. То есть война против Амалека это заповедь из Торы. Какая же главная определительная черта Амалека? А давайте я вам напомню, старший сын Эсава Элифаз, у него от его родной дочки, на которой он женится, то есть она является Мамзерет, рождается Мамзер, сын Мамзерки, Амалек. Так вот, главная определяющая черта Амалека то, что он не боится Бога. И вот то, что продолжает цитировать Равыцкак, и будет, когда Бог твой даст тебе покой от всех твоих врагов в земле, которую Творец дает тебе в удел для владения ее, сотри память об Амалеке, не забудь. И вот Равыцкак говорит, что это две самостоятельные заповеди. Помнить, что сделал Амалек, и не забыть о нем. И это то, что сказано. У нас заповеди делятся на 248 заповедей Ассе делания, и 365 заповедей запретительных. Лота Ассе не делает. И Раши указывает на различия между ними. не забыть это то, что не дать сердцу забыть то, что сделал нам Амалек. А помнить это произнеся своими губами и вот это повелительные заповеди истории раз в году слушать вот этот отрывок. Обычно постановили наши мудрецы, это мы читаем перед праздником наступления Пурьев. Итак, это то, что мы должны помнить и не забыть. До Второй мировой войны я удивлялся. Зачем Тора так требует от нас увековечить память о злодении Амалек? Ведь ни о каких других врагах мы не упоминаем, а сколько было врагов, это мы знаем. Почему? И только во время Второй мировой войны я понял, потому что Амалек страшнее и опаснее всех других врагов. Зачем Тора подчеркивает дважды в этих трех строчках отрывка, что Амалек напал на нас в пути, а если бандит нападает на человека дома, ему что, прощается? И продолжает Равицкак, что все войны имеют причиной или формальной причиной борьбу за территорию. У народа Израиля своей территории не было, ведь тогда мы вышли из Египта, мы были в пути. Бывает, целью войны является грабеж, борьба за богатство. Казалось бы, какие особенные ценности были у не серьги и кольца, которые они взяли с собой из Египта. И Амалек на них не погушался. Бывает, что между народами вспыхивает старая ненависть, как, например, у Азербанжан против армян. Но здесь и этого не было. Амалек внук Исава, а Яков и Исав родные братья. Правда, в свое время они враждовали, но, получив ценные подарки от Якова, Исав добровольно ушел в землю Сеир и поселился там, так как он знал, что с владением земли Израиля связано то, что предрешено было от творца Авраама Вину, а нашему праотцу Аврааму было сказано, зная, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой, и превратят их в рабов, и будут притеснять их 400 лет. А, там сказано твоему потомству дам я эту землю, значит, он ушел, нам не нужна эта земля, и, естественно, я не хочу отправляться, чтобы мои потомки были в земле чужой рабами. почему же Амалек напал на евреев. Может быть, была у него какая-то особенная причина. Выход из Египта сопровождался для еврейского народа особенными чудесами. Равицк называет десять казней, это десять курсов лечения. То, что было казнью и ударом по египтянам, это был курс лечения для евреев. Ведь мы находились в Египте не 400 лет, а 210 лет. А особенно тяжелый плен, когда угнетали и отделили мужчин от женщин, и заставляли строить два города Рамсес и Питом, это было восемьдесят шесть лет, когда рождается Мирьям, и он называет Мирьям, корень слова Мар, горькое. Ведь евреи после смерти нашего братца Якова и смерти всех сыновей Якова решили реформировать то, что они получили от отцов и дедов. И сказали, мы же в самой передовой египетской стране, что мы будем отличаться от них? Первое, что они сделали, отказались от союза, который заключил Аврам с Творцом, то, что называется брит-кодыш, отказались от обрезания. А дальше начали участвовать во всех праздниках египтян, начали служить идолам, и участвовали во всех праздниках, сказано, что и актеры, и режиссеры этих праздников уже были евреи, и больше того, даже в египетских капищах, там, где служили идолов, жрецами тоже становились евреи. Итак, нужно было показать, говорит Равыцкак, что глаза и уши евреев должны узнать правду, узнать, что есть Бог, который властелин над миром. Поэтому Творец нанес 10 казней, 10 ударов, дал 10 уроков своему народу. Главным идолом в Египте был Нил, поэтому два из первых удара дам Цфардея, кровь и лягушки, это было нанесено по Нилу. И все казни разбиты на 3, 3, 3 и 1. И вода, первая казнь, превращается в кровь, второе, лягушки заполняют всю землю Египта, вплоть до того, что они прыгают в кровать к фараону в очаги. К концу 10-ти египетских казней евреи вернулись к вере своих отцов. И многие другие народы, увидев эти великие чудеса, которые Творец совершил в Египте, призадумались о Боге. И вот Амалек, ведущий идеей которого было неверие в силы, которые выше природы, он не побоялся Бога и решил разоблачить миф, он прошел долгий путь от Сеира в Синай и напал на евреев, которых ведет сам Творец. Вспомните, семь облаков славы, днем облачный столб, ночью огненный, со всех четырех сторон окружены мы облаками славы, сверху облако, которое защищает от солнца, а снизу, которое убивает змеевых каракурдов и выравнивает путь. И сказано, что Амалек, он напал, чтобы сказать, что все это миф, что можно воевать с еврейским народом. Он был разбит, но страх перед Творцом и перед его народом был поколеблен. В имени Амалека заключено два слова. Ам лак. Ам это народ лак, это как собака, которая пришла лакать кровь евреев. Это народ лижущий кровь, народ, который не просто убивает, а наслаждается убийством, терзая евреев. Числовое значение имени Амалек равно гематрии слова сафек, сомнения. Главное дело Амалека посеять сомнения в сердцах евреев. Кто сказал, что есть верховный правитель всего? Бог. Кто сказал, что Тора от Бога? А дальше и уже идет. Вовсе не обязательно молиться, не обязательно соблюдать субботу, можно и так быть евреем, как сердце я еврей. Да, это я напомню вам мой друг, с которым мы вместе преподавали вешиве Турадхаим, Равдовид Крюгер, как-то он ехал в машине по Иерусалиму и водитель сказал, я тоже религиозный, посмотри, у меня здесь в машине в бардачке есть кипа. И Равдовид ему сказал, ты знаешь, твоя кипа религиозная, твоя машина религиозная, у нее есть кипа, а у тебя нет. Так вот, Амалек охлаждает сердца, потому что это сапек, посеять сомнение, который напал на тебя в пути, ашер корха бадерых, это можно как понять, кор, это холод, который охладил тебя в пути, а корха напал или сделал проплешину, ведь он убивал евреев, издеваясь и бросая в небо то место, где у евреев знак союза с Творцом, брит кодыш, это тот долгий путь, которым мы сегодня идем от изгнания, от первого изгнания в Египте, где родился еврейский народ, и до дня Машеха, прихода нашего царя Машеха, это долгая дорога, и так говорит Творец, поклялся Творец своим престолом, что война у Бога самолеком из рода в род, что значит престол, и сказано, что престол славы, это кисея кавод, написано без алив, кес, а имя Творца, четырехбуквенное имя Творца, авая, барух, гу, оно разделено, кес, ка, первые только две буквы, ют, а потом кей, я измененно говорю, это буква гей, это две первые буквы, кес, ка, почему? Тара указывает нам, что пока существует амалек, престол Всевышнего не целен, а что такое кесея кавод, престол славы Творца, люди возводят на престол того, кому они подчиняются, слово престол славы Творца означает слушать его голоса, исполнять его приказы, а амалек ослабляет престол, то есть подчинение человека Творцу, и потому пока существует амалек, престол Бога не целен, и имя Бога тоже не цельно, пока память об амалеке не сотрется из-под небес, а что касается Германии, то это связано с амалеком, и это мы узнаем из устной Торы. Талмуд в трактате Мигела Вавилонского Талмуда шестой лист говорит Гермамия это название власти государств происходящих от Эдома, от Исава. Гаон из Вильна говорит, что допущена ошибка при переписке Вавилонского Талмуда. Германия следует читать, как Германия и указывает, что это северяне со светлой кожей и светлыми волосами. У Эдома Исава много потомков, а одного из его сыновей Элифаза был сын Амалек. Германия и есть Амалек, страна внука Исава. Германцы появились как Амалек еще в средние века, в эпоху крестовых походов. Они не только участвовали в этих походах, но они безжалостно уничтожали целые еврейские общины. Это произошло в городах Ворнс, то, что называлось Вермайза. Это там, где Раш учился у своего дедушки. Об этом он пишет. И я был там, когда мы снимали фильм про Гаона из Полтавы и уничтожили город Майнц, Магенцен, две великие общины немецких евреев. Почти полностью были уничтожены. То, что мы произносим в субботу после чтения Торы, молитва Ава, Рахамим, Отец Милосердный, она создана после уничтожения этих двух общин Германии. До Второй мировой войны, пока немцы вели себя тихо, кое-кто из евреев уверял, что нам не стоит помнить об Амалеке и отравлять свои души ненавистью. Сейчас Германия изо всех сил стремится исправить прошлое. Но один из еврейских партизан, который погиб на войне, Рабин, имени которого я здесь не назову. Я боюсь ошибиться. Как-то сказал очень тяжелые слова, чтобы стерлась память тех евреев, которые посмеют забыть, что сделали нам немцы. на самом деле это борьба в сердце каждого еврея. Помнить, что сделал тебе Амалек сомнение по поводу нашего полагания на Творца. Это то, что человек выбирает, по какому пути ему идти, впустить в свою жизнь Творца, или вернее войти в мир, который сотворил Творец, или полностью вытолкнуть Творца из своего мира, там, где он, этот человек, является царем. Это цель Амалека – уничтожить веру евреев. И наше поколение, особенное поколение, мы возвращаемся из плена Амалека сафека, сомнение, религия опиум для народа, к своей вере, к основам понимания мира, который сотворил мир, каждое мгновение его творит заново и послал нас в этот мир для особенного задания. За скрытием, за занавесом, за тем, что называется Олам и Элем – скрытие, открыть первопричину всего нашего Творца. Это книга Равыцкака, которая учит нас возвращению к нашему корню, возвращению к союзу, который заключил первый еврей Авраам с Творцом мира. И на этом пути, в этой дороге мы встретили нашего учителя Равыцка Казильбера, чтобы память о праведнике была благословена. Казахстан, учителя учителя к